Всем привет, дорогие друзья! Властелин Колец – одна из самых любимых Лего-серий среди фанатов. В этом видео я разберу абсолютно все наборы по нему, произведенные в период с 2012 по 2015 год, а также обсудим, что послужило причиной его закрытия. Перед началом огромная просьба подписаться на канал. Заранее спасибо, приятного просмотра! Кинотрилогия Властелин Колец, основанная на одноименном романе Джона Толкина, происходила в период с 2001 по 2003 год и в совокупности собрала почти 3 миллиарда долларов в прокате. Никто не ожидал подобного фурора, поскольку жанр фэнтези к тому времени уже считался вымирающим. Чего уж там говорить о леговцах, которые на момент релиза фильмов Питера Джексона к лицензиям относились весьма осторожно. Ему телепродукцию только по стопудовым хитам – «Гарри Поттеру», «Звездным войнам» или «Человеку-пауку». Ближе к 2011, когда стало известно о скором релизе новых фильмов по суперфраншизе «Функционеры», Лего подсуетились и заключили договор с Уорнерами, надеясь на не менее впечатляющие кассовые показатели предстоящих лент. Первая картина второй трилогии с названием «Хоббит. Нежданное путешествие» произошла 19 декабря 2012. Ровно в этот же месяц состоялась и премьера тематических сетов. Однако прежде чем вываливать на общий рынок набора по кино-новинке, датские товарищи в качестве пилотной волны сочли нужным выкатить сеты по оригинальной трилогии. Подобное уже происходило в случае со «Звездными войнами», «Индианой Джонсом» и «Пиратами Карибского моря». Случилось событие в июне того же года. В сегодняшнем ролике я разберу предметы, посвященные исключительно трем частям ВК. По «Хоббиту» я решил запилить отдельное видео, которое будет готово несколько позднее. Из официального пресс-релиза, опубликованного Лего в 2011-м, следует. Серия появилась не только потому, что она будет способствовать коллекционированию и творческой игре, но и потому, что это то, о чем нас просили фанаты в течение многих лет. 94-69. Прибытие Гэндальфа. Комплект основан на братстве кольца, и его название полностью отражает содержимое набора. В сете содержится неплохая повозка с большим количеством аксессуаров. Фигурок три, и все из них новые. Гэндальф серый, Фродо, Бэггинс и лошадь. Поскольку комплекты серии «Властелин колец» в наше время невероятно дорогие, думаю, при перечислении будет не лишним озвучивать рекомендованную цену каждого товара. В данном случае сет на момент своего появления стоил 899 рублей. 94-70. Атака Шелла. Сделанная по возвращению короля. Состоит из 227 деталей и трех персонажей, не считая паучихи. Фродо, Сэма и Голлума. Молд последнего абсолютная новинка производства. Впоследствии он появится еще лишь в паре сетов, не более. Также в артикуле дебютировали две новые детали. Небольшой меч и кольцо всевласти. Стоимость товара в год релиза составляла 1600. 94-71. Армия урукхаев. Сет, основанный на двух крепостях. Представляет собой батлпак из мира «Властелина колец», имеющий внутри целых 6 фигурок. И это при цене, равной 2199 рублей. В наше время аналогичные сеты по Star Wars предлагаются за 2500. Персонажи внутри располагаются следующие. Четверо воинов урукхай с новыми шикарными аксессуарами. Солдат Рохана и Эомер. Все минифиги великолепны. 94-72. Официальное название артикула «Нападение на Ветродуй». Но его принято называть «Нападением на Завитерь». Внутри проживают Мэри, Арагорн, два Назгула, Фродо и одна Черная Лошадь. Основное сооружение раскладывается, благодаря чему открывается доступ к его внутренностям. В России предмет оценивался в 3500 рублей. 94-73. Пещеры Мории. Достаточно массивный набор с одной из самых первых бигфигурок Лего. Пещерным троллем. К слову, на моем канале есть разбор абсолютно всех фигурок формата биг. Посмотреть видео можно, перейдя по подсказке в правом верхнем углу. Помимо тролля, в комплекте присутствует 8 персонажей поменьше. Два скелета, два орка Мории, Пиппин, Гимли, Боромир и Леголас. Собственно, сет, без сомнения, очень годный, поделен на несколько частей. Функциональные ворота, локация с падающими башнями, колодец и гробница. Единственным его минусом, пожалуй, является только малая проработка ворот с тыла. Аксессуаров авторы для товара не пожалели. Стоил предмет в то золотое время 4600 рублей. 94-74. Битва за Хельмову Пать. Один из самых желанных, мною, наборов Лего. В запакованном состоянии его цена на бриклинке стартует от 25 тысяч рублей. И это при условии, что на заре продаж артикул предлагался за 8 тысяч. Получилась по-настоящему великолепная конструкция крепости, состоящая из 1398 деталей. Ее, кстати, возможно объединить с рассмотренной выше армией урукхаев. И тогда сцена станет еще более масштабной. Фигурок внутри 9. Три урукхая, Берсерк, Гимли, Арагорн, Халдер, Король Теоден и Лошадь. 94-76. Кузница Орков. В Соединенных Штатах Америки сет продавался исключительно в сети магазинов Таргет. О чем свидетельствует надпись на упаковке, трудно найти. Однако в остальных странах артикул сбывался традиционным образом. Посему в мире есть две вариации коробки комплекта. В России кузница стоила 3 тысячи. Сооружение получилось совсем неплохим, но совершенно банальным. Максимум, что можно заприметить, это лайтбрик красного цвета. Так и он на самом деле не сильно-то и редкий. А вот ради чего точно следует приобрести данный предмет, так и таксессуары. Коих тут дофига. Фигурок 4. Воин Рукхай, 2 орка из Мордора и Лурц. Поли Бега в 2012 вышло целых 4 штуки. Фродо, Воин Рукхай с Баллистой, Элронд и Меч. 13 ноября того же года в природе появилась игра под названием LEGO The Lord of the Rings, созданная по мотивам трилогии Питера Джексона. Ее оценка на метакритике составляет 80 из 100. В качестве рекламы игры авторами был снят ролик с актером, играющим Гэндальфа. Телепортируемся к 2013 году, в конце которого состоялась премьера фильма Хоббит Пустошь Смаука. Тем не менее, сеты по Властелину Колец компании пилиться продолжились. И новая волна Кольцо Посвященное состояла из шести наборов. Вместе с этим датчане перешли на пятизначные артикулы. 790.05. Битва магов. Самый маленький сет второй линейки, включающий в себя 113 элементов и две фигурки. Гэндальфа Серова и Сарумана. Последний даже с отсутствующими принтами на ногах бесподобен. В комплекте возможно отыскать разделитель деталей. В Россию набор, насколько мне известно, не экспортировался, но в долларовом исчислении отождествлялся с прибытием Гэндальфа. 790.06. Совету Элронда. Имеет 243 детали и четверых персонажей. Гимли, Элронда, Арвен и Фродо. Красивый сет, имеющий встроенную функцию откидывания Гимли при попытке уничтожения Кольца. Его рекомендованная розничная цена составляла 2149 рублей. Сет 790.07. Битва у Черных Врат произведен по возвращению Короля. В год релиза товар имел денежный эквивалент в 4000 рублей. Внутри содержал 656 компонентов. Как мне кажется, оценен он был достаточно дешево. Особенно, если учитывать его нынешнюю стоимость на сторонних площадках. Минимум 14000. Фигурок 7. Два мордорских орка, Гэндальф Белый, шедевральный глашатый Саурона, Арагорн, Орел и Лошадь. 790.08. Атака на пиратский корабль. В целом добротный сет с девятью персонажами его населяющими. Гимли, Леголасом, Арагорном, двумя мордорскими орками, пиратом Умбара, королем мертвых и двумя его солдатами. Последнее, что примечательно, юзают разные лица и принты на торсике. Ценник на борту корабля с числом 5499 рублей. 511. Настольная игра по битве за Хельмову Пать. В комплект дизайнера не пожалели закатить аж 28 микрофигурок. 18 воинов Урукхай, Арагорн, Гимли, Эвин, Король Теоден, Халдер, Леголас и 4 мечника. Ну и самый большой предмет в Сия линейке. 102-37. Башня Артханг, состоящая из 2359 деталей. Несмотря на эпичные сооружения, нравится он не чуток поменьше рассмотренной ранее битвы за Хельмову Пать. 6 фигурок. Воин Урукхай, Мордорский Орк, Грима Червеуст, Гендальф Серый, Саруман и Орел. В России башня имела ценник равной 13 тысячам рублей. На этом самом моменте серия Властелин Колец Увы прекратила свое существование. Но отнюдь не франшиза целиком. Годом позже приключится еще одна волна сетов, основанная на картине Хоббит Битва Пяти Воинств. Эти сеты мы разберем с вами в следующем видео данной рубрики. Причина закрытия серии, как и у большинства других направлений, в высшей степени банально – низкие продажи. В противном случае тема проживала бы и поныне. Что примечательно, в наши дни сотрудничество между Лего и Уорнерами плотное как никогда. Гарри Поттер – одна из самых успешных серий Конструктора последних лет. Причем производится она без фланговой поддержки в лице фильмов. Я далек от мысли, что Властелин Колец хоть на йоту менее популярен, чем Гарри. Посему уверен в успехе новых комплектов по нему, если, конечно, таковые вообще когда-нибудь будут материализованы в пластике. 2015 является годом рождения принципиально новой серии Лего – Даймейшнс, имеющей в одном флаконе огромное количество лицензий. Вселенная Средиземья была среди них одной из ведущих, и по ней состоялось три набора. 712-18 – фан-пак с Голумом. Фига не уникальна и появлялась еще в одном наборе по Хоббиту. 712-19 – фан-пак с Леголасом. И 712-20 – фан-пак с Гимли. В ближайшем будущем на платформе Amazon Prime состоится премьера нового сериала, основанного на книгах Толкина. Уже известно, что несколько его сезонов станут иметь рекордный бюджет – 1 миллиард долларов. А это означает, что создатели на 100% уверены в успехе своего детища. Ежели возрастной рейтинг сериала будет меньше 18+, то сеты по нему, как мне кажется, выйдут с очень большой долей вероятности. Пишите в комментариях ваше мнение касательно ролика. Не забывайте также подписываться на канал и ставить лайки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока!